Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и сегодня мы поговорим о будущем нашего канала, о том, что же будет происходить здесь по поводу стримов, по поводу свапа агро и новых проектов. Для начала поговорим о стримах. Мною было принято решение о том, что на этом канале стримов больше не будет. И я в принципе не передумал, было решено перенести все стримы на твич. Первый опыт, честно говоря, получился довольно-таки неудачным. У некоторых есть проблемы с просмотром, у кого-то глючит, кто-то не может поменять качество. Мне же на самом деле в принципе все равно, где стримить. Я в программе нажимаю на кнопочку начать и все, мне на самом деле глубоко все равно. Но так как от виче много негатива я услышал, у меня родилось еще одно решение, это создать другой канал на ютубе, который будет посвящен стримам. Ссылочка на этот канал есть в описании к этому видео, есть в разделе о канале, в общем-то везде где надо она будет. Так что те, кто смотрит стримы, те, кто играет с нами на стримах, милости прошу, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и тогда вы не пропустите стримы. Хотя ютуб иногда занимается хренью и не высылает уведомления, ну чтобы наверняка, можете вступить в группу ВКонтакте, там перед каждым стримом всегда есть анонс заранее, когда, что, во сколько и что за стрим будет в каждом конкретном случае. Также, друзья, можете вступать в Дискорд, ссылочка тоже есть в описании. Там идет просто общение и вообще обсуждение всего и вся. Так что с этим, друзья, разобрались, идем дальше. По поводу свопа агро и вообще роликов на канале, есть хорошие новости. У меня закончился завал на работе, теперь я на работе смогу монтировать ролики, а следовательно выходить они будут чуть-чуть почаще. Также я сам сделал себе несколько читерских модов и поэтому все закадровые работы теперь занимают намного меньше времени. В планах у меня выпускать ролики по некоторому расписанию, но это только в планах, не факт, что получится, просто, ну я попытаюсь. По крайней мере попробуем. Ну и третье, о чем хочется сегодня поговорить, это о новой карте. Мне почему-то хочется, чтобы кроме свопа агро был еще какой-нибудь у нас проектик. И у меня есть два основных варианта. Первый вариант это хорошо известная всем карта Дары Кавказа. Она в любом случае лежит у меня, грубо говоря, на полке и ждет своего часа. Я все равно хочу сделать по ней прохождение, потому что карта очень интересная, не такая простая, имеет свои особенности и все с ней хорошо. Но есть у меня еще одна карта на полке, которую мне хочется пройти. Она у вас сейчас перед глазами, называется она Pleasant Valley. Это гигантская карта. Здесь охренеть просто сколько производств, их все не перечислить. Здесь, наверное, можно вообще все делать. Здесь дохренище дополнительных культур, которые даже на две страницы, кстати, не влазят. В общем-то здесь очень много чем есть заниматься. И, само собой, здесь очень много готовой продукции, которую я сейчас листаю. Посмотрите, насколько ее здесь дохренище. И, в общем-то, этим всем хотелось бы заняться. На карте нету гигантских полей, все поля относительно маленькие. Здесь пять ферм, то есть вот в центре карты есть ферма. Около 52-го поля здесь еще одна ферма, здесь лужок у нас есть. Около 35-го поля есть еще ферма. Около 73-го поля есть ферма. И около 63-го поля еще одна ферма. В общем-то, пять ферм. Тут на каждой ферме гаражи, там пункт приема биогаза, техника выставлена, поля. В общем-то, отдельные фермы. Есть также железная дорога, целых три ветки, чтобы это все дело возить. Карта сделана на основе Goldcrest Valley. Стандартная карта 17-я ферма, если кто не знает, кроме сосновки. Вот эта вот часть из нее примерно сделана, ну, с небольшими дополнениями. И она расширена в несколько раз. Здесь, в общем-то, дохрена техники, дохрена производств. Некоторые производства нужно строить. Причем строятся они из разных. В общем-то, как по мне, карта очень интересная. Я когда-то давно пробовал на ней играть, но у меня не хватило, не знаю, нервов, выдержки. В общем-то, я не смог нормально здесь все замутить. Но сейчас, так как я начал пилить ролики, появился какой-то опыт написания сценария. В общем-то, можно все это сделать. Я бы с удовольствием этим занялся. Поэтому, друзья, у меня большая просьба к вам написать в комментариях, что вы хотите увидеть, кроме свопа Агро на канале. И, соответственно, три варианта. Первый вариант – Дары Кавказа. Второй вариант – Pleasant Valley. Вот эта замечательная карта. Ну и третий вариант – это сами напишите карту, на которую вы хотите увидеть прохождение. Или, может, это будет 19-я ферма, хотя у меня особо желания нету в 19-ю ферму играть. Где бы мы ни выбрали, мы будем играть без сезонов. У нас будут стандартные серии, как на регионе 18. То есть, одна серия, одни игровые сутки, уборка, посев. В общем-то, вот так вот будем отталкиваться от этого всего. Плюс какие-то другие работы по перевозке чего-либо куда-либо. В общем-то, здесь и есть на чем заморочиться. На этом, друзья, все. Короткий ролик. Жду ваших комментариев. А с вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.